И вот все в той же Караганде. Сегодня зафиксирован самый грязный воздух в стране. Показатели вышли за шкалу чрезвычайно опасного качества атмосферы, сообщают синоптики. Даже в Тимиртау дышалось как-то легче. Смог в городе и в безветренную погоду появляется уже регулярно. А с изменением климата, штили по наблюдению метеорологов все чаще. Но если заставить ветер дуть сильнее нельзя, то как-то решить проблему об этом узнавала уже Юлана Чаус. Черное пятно на карте это Караганда из космоса. Уровень загрязнения воздуха весь день классифицируется как чрезвычайно опасный. Показатели утром были выше 600, минимальный днем 300 микрограммов загрязняющих веществ на кубический метр. В связи с переменной облачностью, отсутствием осадков и слабом ветре 2-7 метров в секунду. Как известно, распределение загрязняющих в воздухе и в большей степени зависит от погодных и климатических условий. Когда более холодный воздух располагается ниже более теплого, это приводит к тому, что загрязняющий воздух не может подняться вверх и рассеяться в атмосфере. В числе загрязнителей воздуха автомобильные выбросы, но главное – угольные печи. Все больше горожан жгут топливо с высокими показателями зольности. Другого на рынке практически нет. Едва ли не единственный способ решения проблемы – переход на газ. В этом проулке все соседи на него перешли одними из первых и сразу заметили изменения. Меньше дыма стало. Утром выходишь. А раньше утром выходили, вообще дым. Дышать невозможно было. Все топят здесь. Однако установка газового оборудования по карману немногим. На дом площадью 80 квадратных метров обойдется в миллион тенге. Да и топить углем по-прежнему дешевле. Газ в городе появился два года назад. Его подвели к 4000 домам. Но подключились и пользуются всего 500 домовладений. Из 16 предполагаемых пусковых комплексов город на стадии строительства лишь третьего. Это по мере финансирования. В данный момент у нас в рабочей документации в работе четвертые, пятые, шестые пусковые комплексы. В каком году все карагандинцы смогут подключиться к газу и дышать свежим воздухом, сейчас сказать никто не может. Финансирование газификации идет за счет республиканского бюджета. А пока жителям рекомендовано реже выходить из помещений и чаще проводить влажную уборку.